Комодский варан Драконов, которому нет равных среди ящеров. Но рептилии не ограничиваются ящерицами, к ним также относятся и змеи. А королевой среди них по праву можно назвать анаконду. Здорово, любители длинных и толстых! Меня зовут Глеб, и вы на канале... Змея подколодная! Погнали! Что это вообще такое, анаконда? Как она выглядит? Ну вот, посмотрите. Это не гигантский дождевой червяк, который ползет по дороге. Это доисторическая огромная рептилия, от которой как-то на инстинктивном уровне понятно, что нужно держаться подальше. На самом деле, ее опасаться не нужно. Расслабьтесь, ведь она не ядовита. Это звучит так же, как когда владелец собаки говорит «не бойся, она не укусит». Так, а давайте на всякий случай сразу выясним, что нужно делать, если на вас напала анаконда. Вдруг вы окажетесь в лесах Амазонки. Так сказать, сделаем это заранее, чтобы не пришлось гуглить в процессе нападения. Итак, давайте посмотрим на инструкцию, которую нам предоставил интернет. Если на вас напала анаконда, не бегите. Сомнительно, но окей. Лягте на спину. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Прижмите подбородок к груди. Я как бы не понимал весь масштаб этого зеца. Змей начнет ползать по вам. Не паникуйте. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, смотришь. После того, как змея вас изучит, она начнет заглатывать ваши ноги. Я не понимаю. Затем змея начнет заглатывать вас дальше. Ну что ж, интернет, спасибо за помощь. Круто! Кажется, инструкцию писала сама анаконда. Кстати, не думайте, что если вы идете по земле, смотрите в оба и держите ухо востро, то вы в безопасности. Ведь анаконда очень любит проводить время не только на земле, но и ползать по деревьям. И поджидать свою добычу на ветках. Вот, например, здесь. Огромная анаконда поймала огромного удава. И пытается его съесть прямо на дереве. Но поскольку жертва оказалась достаточно крупная, анаконда не смогла ее удержать. И та свалилась вниз. Возможно, кому-то на голову. Но жителям СНГ опасаться встречи с ней не стоит. Вероятность испытать нападение анаконды на наших просторах примерно такая же, как испытать нападение... Я не знаю, кенгуру. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно. Да и вообще, вроде как по статистике, нападение анаконды на человека происходит не слишком часто. Даже в тех местах, где она обитает. Фактически реже, чем нападение акул. Но нужно отметить, что взрослая особь может быть около 6 метров и весить примерно 100 килограмм. На данный момент это самая крупная представительница змей на планете. До нее это звание носила Титана Боа, вид вымерших змей и единственная из рода Титана Боа, которая в свое время терроризировала самих динозавров. Она могла достигать до 15 метров в длину и весить около тонны. Но вернемся к нашей малышке-анаконде. Извините, как тут не обосраться, если она находится рядом? Вот, например, здесь. Представьте, вы наслаждаетесь отдыхом на своей маленькой лодочке. Как вдруг рядом с вами проплывает это здоровенное, колбасообразное существо, которое с удовольствием заключит вас в свои крепкие объятия. Она любит обниматься, но, скорее всего, вам это не понравится. Окей, но тут вы хотя бы на лодке. А представьте, что вы плывете под водой и... Встречаете самую огромную змею из ныне живущих. Если честно, как человеку, страдающему таласофобией и герпетофобией одновременно, мне даже монтировать все эти кадры дается с трудом. Но что не сделаешь ради моих ребятишек? Кстати, на этом видео голландский ученый и биолог Фрик Вонг, который, как мы видим, обнаружил новый вид анаконды, а именно северную зеленую анаконду. Конкретно этот экземпляр в длину примерно 8 метров, а ее вес составил около 200 килограмм. Я на самом деле не понимаю, как ему удается быть таким спокойным, рядом с этим, не побоюсь этого слова, монстром. Нужно еще определиться, кто в данном случае является более хладнокровным, человек или змея. Кстати, естественных врагов у анаконды не так уж и много, опять же, если не считать человека. На них охотятся в основном ягуары, кайманы и другие хищники, способные противостоять им. А раненая анаконда вообще может стать добычей пираний. Также на молодых особей иногда нападает очковый медведь. Надо же придумать такое название – очковый. Я вырос в туалете системе очков. Хорошо. А как можно поймать анаконду, если вдруг возникла такая потребность? По-моему, ответ очевиден. Как уже было сказано, анаконды могут начать свою трапезу с ног, поэтому можно попробовать использовать в качестве наживки свои ноги. Это шутка. Не используйте свои ноги никак, кроме как для передвижения. Вот, к примеру, здесь. Было решено поймать змею, и не было придумано ничего лучше, чем использовать свои ноги в качестве наживки. А вот к этой малышке пришли в гости и поймали ее при помощи экскаватора. Зачем ее поймали, неизвестно. По мне, так лучше бы отпустили змейку и дали ей дальше спокойно ползать по лесам Амазонки. Но так или иначе, просто оцените ее размеры. Если не брать в счет то, что змея не особо любитель нападать на людей, в любом случае, я бы не хотел даже оказаться рядом с этой красоткой. А что если не вы пришли к ней в гости, а она к вам? В данном случае, анаконда приползла к кому-то во двор. Неудивительно, что змея покинула свой дом, ведь там люди рассекают на экскаваторах. Тем не менее, чтобы оценить, так сказать, масштаб, просто посмотрите на бутыль для диспенсера. Как в таком случае избавляться от незваной гости, автор видео умалчивает. Но что-то мне подсказывает, что обычной просьбы покинуть помещение будет недостаточно. Возможно, чтобы змея уползла из ваших владений, придется вступить с ней в схватку. Как, например, на этом видео, эти мужчины решили указать анаконде на ее место и схлестнулись с ней в борцовском поединке. Кажется, сражаться с огромной и доистерической рептилией не лучшая идея, и как закончилось данное противостояние неизвестно, но, по-моему, при таких раскладах можно легко выхватить премию Дарвина. Я вот не понимаю, в этом мире только я не хотел бы оказаться с этой огромной змеей в радиусе 100 километров. Всем остальным нормально? Вот эта женщина вообще держит анаконду в качестве питомца. Понятное дело, что если использовать ее, например, как охранника, то грабитель не только ваше имущество не заберут, а еще и оставит вам свое в виде известной субстанции. Но вроде как питомца-охранника заводят, чтобы чувствовать себя спокойно и в безопасности. А как можно чувствовать себя спокойно и в безопасности рядом с огромной хладнокровной рептилией, которая может в любой момент решить, что вы ее обед? Я не понимаю. Но не только некоторые люди не боятся анаконду. Посмотрите на этого красавчика. Ленивец. Казалось бы, самое беззащитное существо на Земле. Небольшое. Медленное. Ээээ... Супер-медленное. И фактически из-за своей медлительности ленивец может представлять опасность только для самого себя. Но конкретно этому наплевать. Он ползет прямо по анаконде, как будто она для него какая-то шутка. Хейтеры скажут, что змея была не голодна, поэтому и не напала. Но на самом деле это просто сигма-линивец, и ему наплевать на эту сосиску, которая валяется на полу. Вообще похуй ее. А что происходит здесь, я точно не уверен, но по-моему тут не совсем анаконда. Но тем не менее, я бы не хотел оказаться на месте этого пацана. Я не знаю, может быть для жителей Амазонки происходящее на этих кадрах это обычный день. Но что мы видим? Одна большая анаконда решила полакомиться маленькой. По всей видимости, что-то пошло не так, и маленькая еще не готова стать обедом. Поэтому она просто выползла обратно из пасти большой. Пока. Кстати, анаконды являются живородящими, то есть они не откладывают яйца, а рожают змееныши сразу. Так сказать, без дополнительных оболочек. Выглядит это примерно так же, как на этом видео, только из другого места. Мы сказали пару слов о том, как рожают детей гигантские змеи. Но мы не сказали о том, как они делают детей. Во время брачного сезона анаконды сплетаются в небольшой такой клубочек, который состоит из одной самки и около 10 самцов. Во время этого мероприятия самцы щекотят самку небольшим отростком на теле, который остался им в наследство от ящериц. И длятся эти щекотушки около 6 недель. Потом через 7 месяцев родятся маленькие живые змееныши. А те, которые родятся неживыми, будут съедены их мамой. Ну вкусно. Вкусно. Ну не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. В конечном итоге, какой мы можем сделать вывод, глядя на анаконду? Но выводы здесь не хитрые. Первое, оно же главное, не суйтесь в те места, где ползает эта колбаса. Второе, вытекающий из этого вывод, не заводите себе подобных питомцев. Идите по классике. Кошечку там, собачку заведите. Ну зачем вам древнейшие кровожадные рептилии у вас дома? Женитесь в конце концов. Ты будешь моим рабом. Ты будешь моей подставкой для ног. И по моей команде, будешь слизывать собачье говно с моих каблуков. Добро пожаловать в рабство. Нет, спасибо. Я уже был женат. Как уже говорилось ранее, анаконда не так, чтобы часто нападает на людей, но тем не менее, вы действительно хотите рисковать. Ставь лайк, чтобы на тебя не напала анаконда. И подписывайся, чтобы быть в курсе событий. Но помни, не факт, что здесь были факты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok